Давайте начнем строительство инфраструктуры с того элемента, который все связывает, со свитчей. Если вы не знакомы с сетями, советую предварительно посмотреть 42-ю и 43-ю тему из курса «Основы GNU Linux». Нажмите в левой панели GNS на иконку с двумя стрелками, выберите Ethernet Switch и перетащите на центральную часть. Официальное название свитча на русском – «Коммутатор», ну или «Сетевой коммутатор», а иконка в GNS – «Общепринятое обозначение». Сразу скажу, что обычно со свитчами работает сетевой администратор, но у сисадмина должно быть представление. Все-таки он отвечает за подключение серверов к свитчам и должен уметь кое-что настраивать со своей стороны. Но и в маленьких компаниях нередко системный администратор также отвечает за настройку сети. Свитч в реальности – это такое устройство, состоящее из кучи портов. В этом его основное предназначение – пересылать трафик с кабеля, воткнутого в один порт, на кабель, воткнутый в другой порт. Хотя бывают и маленькие свитчи на 5, 8, 12 портов, но в средних и крупных компаниях вы чаще всего будете встречать 24-х или 48-ми портовые. В наше время большинство портов на свитчах гигабитные. При этом бывают порты на 10 гигабит, 25, 40 и даже 100. Теоретически свитчом может быть и обычный компьютер, но когда речь идёт про большие скорости, на свитчах стоят специальные чипы, которые быстрее обрабатывают трафик. В зависимости от задач сетевики делят свитчи на несколько уровней – Access, Distribution и Core. Access свитчи обычно стоят на картам этажа здания, у них много Ethernet портов и они в основном предназначены для подключения пользователей, принтеров и прочего подобного оборудования. Витую пару нельзя делать больше 100 метров, иначе сигнал в проводах просто затухает. Поэтому если здание большое, на каждый этаж ставят по одному или несколько Access свитчей. А эти свитчи с помощью оптических кабелей на 10 гигабит подключают к другим свитчам – Distribution. Порты, соединяющие одни свитчи с другими, называют оплинками, то есть эдакий выход из свитча. А Distribution свитчи в свою очередь подключены к Core свитчам, куда стекается весь трафик. Скорости на самом деле зависят от размера инфраструктуры и количества трафика. В маленькой инфраструктуре нет смысла иметь такую топологию и такие скорости. Но когда инфраструктура растёт, всё сводится к такой схеме. В местах, где стоят компьютеры или прочие конечные устройства, назовём их эндпоинтами, на стене или в полу делают специальные сокеты, куда и вставляется медный провод. Эти сокеты ведут к небольшим рэкам, где также выводятся в виде сокетов, но уже в один или несколько рядов. Это называется патч-панелями. А из патч-панели же идут патч-корды, как со свитча. Сокет в патч-панели, соединённый с сокетом пользовательского компьютера, маркируют одинаково. Условно, на патч-панели всё в числовом порядке. 1, 2, 3 и там подобные. И сокет, стоящий за первым портом патч-панели, тоже маркируют единичкой. Неважно, в какой комнате он находится. А дальше нужно маркировать кабель, идущий от патч-панели к свитчу. Чтобы было понятно, к какому порту какого свитча подключается, скажем, пятый сокет с патч-панели. И завтра, если нужно будет что-то сделать, подойдя к компьютеру, можно будет увидеть, что на сокете написано 5. А значит, нужно смотреть пятый порт на патч-панели. А там уже по маркировке будет видно, на какой порт свитча идёт кабель. Потому что проводов может быть много, и разобраться без маркировки становится сложно. Правильная и актуальная маркировка – это задача IT-отдела, в том числе системного администратора. Если вам попался хороший подрядчик, который провёл кабели, поставил сокеты и всё промаркировал, это здорово. Но это вы администрируете инфраструктуру. Завтра вы купите новые свитчи, замените кабели, что-то поменяете, поэтому старайтесь держать маркировку актуальной. Ну и в серверной, подключая различные провода к серверам и прочему оборудованию, неважно электричество, Ethernet и прочее, также обязательно всё маркируйте. Для этого есть специальные устройства, которые наклейкой линти печатают текст. Они называются Label Printer. Старайтесь всю маркировку держать согласно какому-то стандарту. Нужно очень кратко и очень точно описывать, что куда подключено. Скажем, с одной стороны электрического провода пишите, что он ведёт на третий порт первого UPS, а на другом конце, который подключен к UPS, пишите, что этот кабель ведёт на второй блок питания третьего сервера. И всё это надо уместить в пару символов на тоненькой бумажке, причём так, чтобы просто взглянув на неё было понятно, что это и куда ведёт. Чтобы в случае проблем вы случайно не выдернули ни тот провод и окончательно всё не испортили. Даже если у вас будет куча кабелей, вы всегда разберётесь, какой провод, с чем связан и куда ведёт. Чуть больше про маркировку и порядок в серверной вы можете почитать по ссылкам. Мы же вернёмся к свечам. Как бы ни казалось, что они выполняют простую задачу, в них огромный функционал. Особенно у современных свечей. Но основная их задача связывать тех, кто хочет связаться. В модели OSI это второй уровень, канальный, часто называемый L2, то есть Layer 2. На этом уровне устройство к друг другу обращается по MAC-адресам. А свеч запоминает, за каким портом какой MAC-адрес находится. Для этого у свеча есть MAC-адресная таблица. Чтобы понять и увидеть это, давайте возьмём трехаста. Сделайте так, чтобы у вас на схеме был один свеч и три виртуалки с Alma. То есть три раза перетяните Alma в центр. Затем в левой панели кликните на последнюю иконку, напоминающую провод. Потом нажмите на свеч, выберите Ethernet 0, а затем на Alma 1. Ещё раз нажмите на свеч, выберите Ethernet 1, нажмите на Alma 2. Повторите то же самое для Alma 3. Затем нажмите правую кнопку мыши или на иконку провода. Так мы подключили всё в одну сеть. Обратите внимание, что рядом с Alma появились надписи E0. Это говорит о том, что мы подключили провода к нулевым адаптерам. Мы в прошлый раз для виртуалок настроили четыре адаптера. Соответственно названия будут E0, E1, E2, E3. Со стороны свеча же подключено три провода E0, E1 и E2. После этого запустим все три виртуалки. Так как наша сеть пока не готова, поисаж я к ним подключиться не могу. Поэтому на этот раз прибегнем к консоли виртуалок. Запустите VirtualBox, выберите запущенные виртуалки и нажмите Show. Затем назовите каждую виртуалку соответственно Alma 1, Alma 2 и Alma 3. Ну и перелогиньтесь, либо запустите баш, чтобы в приглашении к консоли отображалось новое имя. Это позволит нам не путаться. Теперь посмотрим список интерфейсов. Как видите, в системе отображаются четыре интерфейса, помимо loopback. И только один из них в аппе, ENP0S3. Значит он соответствует интерфейсу E0, который мы видели в GNS. На интерфейсах нет IP-адресов, потому что в этой сети есть только три хоста и свитч, и никакого DHCP сервера, который бы раздавал IP-адреса. Давайте выдадим каждой машинке по временному адресу. Сеть 10.0.0.0 и адреса 1.2.3 соответственно. Маску выставим в Slash24. Про IP-адреса мы поговорим в другой раз, поэтому сегодня обусловимся чем-то дефолтным. Такая маска нам говорит, что в нашей сети находятся все адреса от 10.0.0.0 до 10.0.0.255. Нам этого хватает. Давайте убедимся, что IP-адрес появился на интерфейсе. Как видите, адрес прописался. Ну и проверим еще вывод команды. IP-Route-Show. Здесь мы видим, что до любого хоста из сети 10.0.0.0.0.24 можно подключиться напрямую через интерфейс EMP-0.S3. Пропишите адреса на всех трех хостах. Теперь на втором и третьем хосте запустите команду tcp-dump. Она позволит увидеть информацию по всем приходящим пакетам. После чего идем на первый хост и отправляем один пинг на второй хост. Как видите, пинг сработал, значит сеть работает. Теперь идем смотреть на хост 3. Видите, tcp-dump выдал строчку. Arp-запрос. Тот, у кого адрес 10.0.0.2, ответьте 10.0.0.1. И тишина. Дело в том, что Alma1 пыталась достучаться до адреса 10.0.0.2. Но она знает только IP-адрес, а общение в L2-сети идет по MAC-адресу. Поэтому хост послал специальный ARP-запрос. Всем хостам в сети рассылается вопрос, мол, у кого такой адрес, скажите свой MAC-адрес. Этот запрос пришел на третий хост, но у него IP-адрес не такой, поэтому Alma3 проигнорировала это сообщение. Давайте посмотрим, что произошло на хосте 2. Как видите, тут уже сообщений побольше. Сперва мы видим тот же ARP-запрос, но теперь на него есть реплай. В ответе сказано, что такой-то адрес находится за таким-то MAC-адресом. Не обращайте внимания на слово Alma2. Эта утилита TCP-дам для удобства превратила адрес в имя. После этого прилетает ICMP-запрос. Это уже сам пинг. Причем обратите внимание, что через некоторое время опять был ARP-запрос. Чтобы избежать проблем, мол, мало ли этот IP-адрес окажется на другом компьютере, ARP-таблица периодически обновляется. И, сделав это, оба хоста запомнили друг друга по MAC-адресу. И теперь, если повторить попытку пинга, можно увидеть, что запрос сразу дошел до второго хоста. При этом обратите внимание, что на хосте 3 как был один запрос, так он и остался. Теперь попытаемся понять, какова была роль свеча. Когда Alma1 попыталась найти Alma2, она отправила сетевой пакет, в котором был ее IP-адрес, ее MAC-адрес и IP-адрес Alma2. В тот момент ни хост1, ни свитч не знали MAC-адреса хоста 2. И поэтому хост1 решил обратиться ко всем. Это называется Broadcast, то есть широковещательный запрос. Свитч этот запрос разослал по всем своим портам. Кроме того, откуда пришел запрос. Вся эта область, откуда приходит и куда доходит Broadcast-запрос, называется Broadcast-доменом. Грубо говоря, представьте, что кто-то крикнул в одной комнате. И все, кто в этой комнате, услышали этот крик. Крик – это Broadcast-запрос. А комната – Broadcast-домен. В итоге запрос прилетел на хост 2 и хост 3. При этом свитч записал source MAC-адрес хоста 1 к себе в таблицу. Мол, за портом Ethernet 0 находится такой-то MAC-адрес. Хост 2, получив запрос, взял из пакета source IP и source MAC, подготовил ответ и указал их в качестве destination. Добавил к этому пакету свой IP и MAC и отправил. Свитч, увидя этот пакет, запомнил source MAC ALMA 2. Мол, за портом Ethernet 1 находится такой-то MAC-адрес. Также свитч увидел, что в пакете указан destination MAC-адрес. А свитч-то этот MAC помнит, он его на предыдущем шаге себе записал. Вот он сразу этот пакет на порт Ethernet 0 и отправил. Теперь, когда эти два MAC-адреса будут пытаться что-то передавать друг другу, свитч сразу будет отправлять на нужные порты, при этом никак не трогая ALMA 3. Вы спросите, а какой нам в этом толк? Как это относится к CIS-админству? На самом деле, главное, зачем мы это рассмотрели, чтобы познакомиться с таким понятием, как Broadcast Domain. Понятие Broadcast используется как на L2 уровне, так и на L3. Мы сейчас говорим исключительно про L2. И чтобы нам лучше это понять, давайте кое-что изменим в нашем эксперименте. Поменяем на ALMA 1 и 2 IP-адреса, а точнее сеть, чтобы теперь они находились в сети 10.0.1.0. А хост 3 оставим в сети 10.0.0.0. Теперь на уровне L3 они находятся в разных сетях. И, соответственно, разные Broadcast'ы на уровне L3. А вот на уровне L2, давайте убедимся. Для этого, опять же, на хосте 3 запускаем TCP Dump. И пытаемся с первого хоста пингануть второй. Как видите, третий хост все равно получил запрос, даже если у него сеть другая. Broadcast на уровне L2 общий. То есть компьютерам достаточно сменить IP-адреса, и они будут видеть друг друга. Теперь вопрос, а зачем вообще компьютеры делить на сети? Почему бы все не держать в одной общей сети? Как и с виртуализацией и контейнерами, нужно все изолировать. К вам в компанию приходят гости, им нужен интернет. Стоит ли их пускать в ту же сеть, что и сервера? Конечно нет, мало ли что у них на ноутбуках и телефонах крутится. А стоит ли пускать в ту же сеть ваших юзеров? Даже если вы им доверяете больше, они запросто могут не знать базовые принципы информационной безопасности. А уж в больших сетях о доверии речи быть и не может. У одних юзеров должен быть доступ на одни ресурсы, у других пользователей на другие. Есть начальство, бухгалтерия, IT и прочие отделы. И у всех различные уровни доступа. Поэтому сеть нужно делить и изолировать. Это называется сегментацией. Чем больше изолируете все от друг друга, тем сложнее становится всем управлять. Но и в случае проблем ущерб будет минимальный. Как мы выяснили, деление просто по разным IP-сетям совсем не выход. Компьютеры все равно могут друг друга видеть. Потому что находятся в одном бродкаст-домене. Как тогда быть? Можно, конечно, поставить второй свитч. Но это как с отдельным сервером для каждого сервиса. Очень дорого и бессмысленно. У вас сегодня в отделе 5 человек, завтра 10, послезавтра 8. Вам либо для каждого отдела придется кучу свитчей покупать. А если отдел сидит по разным этажам и зданиям, вообще беда. Конечно же, это не выход. И здесь вам приходит на помощь виртуальная сеть. Virtual LAN. VLAN. VLAN помогают создавать поверх одной физической сети разные бродкаст-домена. У вас устройства все еще будут подключены к одному свитчу, одним кабелем. Но они будут видеть только те хосты, которые с ним в одной виртуальной сети. В одном VLAN. В средних и крупных компаниях могут быть десятки, а то и сотни VLAN. И по-хорошему, в одном VLAN живет только одна сеть. Скажем, 10.0.0.0.424 в одном VLAN, а 10.0.1.0 в другом. У каждого VLAN свой идентификатор. Это обычное число от 1 до 4094. Этот идентификатор также называется тегом. Эдакая метка. Условно, весь трафик можно поделить на тегированный и нетегированный. В тегированном трафике на всех пакетах есть идентификатор VLAN. Обычно на свитчах в сторону компьютеров настроены нетегированные порты. То есть вы подключаете кабель к компьютеру и все работает. При этом сам порт на свитче может быть помечен как принадлежащий к какому-то VLAN. Условно, я делю сетку на юзеров и сервера. Юзеров я держу в пятом VLAN, а сервера в десятом. И юзеры и сервера подключены к одному свитчу. Но я знаю, что за портом 1 находится юзер, а за портом 2 сервер. И на свитче я настраиваю, что первый порт это неэтагированный порт VLAN 5, а второй тоже неэтагированный, но там уже VLAN 10. При этом на пользовательском и серверном компе ничего не надо настраивать. Трафик, приходящий на первый порт, будет общим с портом 4. То есть они находятся в одном бродкас-домене, а порты 2 и 3 в другом. Но предположим, я хочу, чтобы сервер, подключенный ко второму порту, был одновременно и в пользовательском VLAN, и в серверном. Я могу либо отдельным кабелем подключиться к порту 4, либо настроить, чтобы на порту 2 также был доступен 5-й VLAN. А чтобы трафик не путался, надо ко всем пакетам, которые сервер отправляет на 5-й VLAN, добавлять VLAN ID. А на свитче настроить, чтобы он принимал на втором порту VLAN 5 в тегированном режиме. В итоге, если сервер захочет отправить что-то на VLAN 10, то он просто отправит такой пакет, как обычный. А если сервер захочет отправить что-то в 5-й VLAN, то ему нужно будет добавить к этому пакету тег. Свитч, получив пакет с таким тегом, отправит его на любой из портов с LAN 5. При этом, когда пакет будет выходить из нетегированного порта, свитч уберет метку. То же самое в обратном направлении. Если компьютер на порту 1 захочет отправить что-то на сервер по VLAN 5, то трафик в нетегированном виде придет на свитч. Затем свитч поставит на этот пакет метку и отправит его в тегированном виде на сервер. Сервер, увидя пакет с тегом, будет понимать, что этот пакет с пользовательского VLAN. Порты, на которых нет тегов, часто называют аксесс-портами. На одном порту может быть только один нетегированный VLAN. Все остальные VLAN нужно тегировать, чтобы не смешивать бродка с домена. Как вы понимаете, деление зачастую происходит на уровне свитча. Хотя не только. И нередко на самих серверах настраиваются VLAN. Они общие для сети. То есть вы можете создать на двух разных свитчах одни и те же VLAN. И тогда компьютеры, подключенные к разным свитчам, но находящиеся в одном VLAN, будут видеть друг друга. Естественно, при условии, что свитчи связаны между собой и на обоих прописаны эти VLAN. Условно, в нарисованной схеме есть два VLAN. У одного тег 1, у второго 2. У свитча 1 на портах E0 и E1 настроен VLAN 1, а на порту E2 – VLAN 2. Есть свитч 2, у которого на порту E0 прописан VLAN 2, а на порту E2 – VLAN 1. Между первым и вторым свитчом проброшен кабель, через который должны ходить оба VLAN, чтобы Alma 3 могла увидеть PC1. Alma 3 подключена к свитчу 1, а чтобы достучаться до PC1, ей нужно попасть через первый свитч на второй. Порты, на которых прописано несколько VLAN-ов, называются trunk-портами. Обычно их делают между двумя свитчами, но не только. Во многих компаниях почти вся инфраструктура строится на виртуалках. Виртуалок много, они предназначены для разных задач, а значит и сеть между ними надо сегментировать. И вот часто на портах свитчей, которые идут к серверам, прописывается много VLAN-ов. А в гипервизорах, в настройках сетевых адаптеров виртуалок, можно указать нужный VLAN. В итоге у вас виртуалки находятся в разных VLAN-ах. Давайте построим такую сеть, где Alma 1 находится в первом VLAN-е, Alma 3 находится во втором, а Alma 2 и там и там. Нажмите правой кнопкой мыши на свитче и выберите Configure. В появившемся окне в правой части будут порты, а слева их можно настраивать. Два раза ткните на порт 0, он у нас подключен к Alma 1. Как видите, здесь по умолчанию прописан VLAN 1 в режиме Access, то есть в нетегированном виде. Поэтому мы здесь ничего не трогаем. Теперь касательно Alma 3. Он подключен к порту E2. Два раза ткните на второй порт. Поменяйте там значение VLAN на 2, затем нажмите Add. Тогда в правой панели число поменяется на 2. Теперь здесь в нетегированном виде VLAN 2. Насчет Alma 3. Нам нужно передавать по первому порту два VLANа. VLAN 1 и VLAN 2. Для этого дважды нажимаем на первый порт. VLAN не трогаем, а меняем только тип на .1Q. В стандартах VLAN указано под названием 802.1Q, а .1Q это сокращенное название. Нажимаем Add и Apply. Теперь, чтобы проверить работает ли изоляция, еще раз с хоста 1 отправим пинг, но на неизвестный IP адрес, скажем 10.0.1.3. За этим адресом никакого хоста нет. Компьютер не знает, к кому обращаться, поэтому он пошлет ARP запрос. Этот ARP запрос мы видим на хосте 2. Это значит, что хост 1 и хост 2 все еще в одном буроткас-домене, так как оба подключены к VLAN 1. А вот до ALMA 3 запрос не дошел. А это значит, что она не находится с хостом 1 в одном VLAN. Теперь проверим работу VLAN 2. Пропингуем адрес третьего хоста. На первом хосте, как и ожидалось, TCP-дамп молчит, потому что он не находится с третьим хостом в одном VLAN. А вот хост 2 видит и эти запросы, то есть он в одном VLAN с хостом 3. Осталось настроить, чтобы хост 2 и 3 могли друг друга пинговать, то есть чтобы сеть между ними работала и на третьем уровне. Но мы не можем просто прописать на хосте второй IP-адрес. IP-адрес будет на нетегированном интерфейсе, а значит система будет просто отбрасывать пакет. Нам же нужно создать тегированный интерфейс. Для этого запускаем NM2E, Edit Connection, Add, в списке находим VLAN, и табом переходим на Create. Профиль можно назвать как угодно, но для ясности назовем VLAN2. В девайс пишем имя интерфейса, куда подключен кабель с этим VLANом. Затем ставим точку и пишем VLANID. 2. То есть получается EMP0S3.2. После нажатия Tab снизу автоматом заполняются поля Parent и VLANID. Ну и дальше, как в обычном интерфейсе, поменяем IPv4 Configuration на Manual, потому что у нас нет DHCP сервера, и выставим статичный IP-адрес 10.0.0.2. Сохраняем и выходим из NM2E. Теперь, посмотрев список интерфейсов, можно заметить, что появился новый интерфейс EMP0S3.2, и на нем прописан IP-адрес. Попытаемся пингануть хосты 1 и 3. Alma видит оба хоста, то есть она находится в двух разных бродкаст-доменах, как мы этого и хотели. Таким же макаром мы могли бы добавить еще несколько VLAN-ов, но этим уже займитесь вы. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами немного разобрали L2, поговорили о свечах, которые там обитают, познакомились с такими понятиями, как бродкаст, арп, VLAN-ы, и даже немного разобрали маркировку. Также мы научились прописывать VLAN-ы и на сервере, а это было главным смыслом данного урока, понимать, зачем это нужно и как это делать. Мы это сделали через одну утилиту NM2E, на деле же есть и другие способы, но это лишь инструменты. Субтитры создавал DimaTorzok